Learn and play! Алла Абу Ата Алям. Хайя Бима! Аллаху Аляху Ахмадула Баракат. Сегодня мы начнем изучать книгу Хай Самсархан «Важные вопросы». И первая тема – это письменя Рахмана Рахим. Почему мы изучаем Единобожие? Аллах не принимает ни одно дело, кроме как Единобожие. Единобожие – причина увеличения благих тел. Единобожие – причина наставления на прямой путь и восстановления безопасности. Единобожие – причина заступничества пророка Санулаху Леониду Соли. Аллах создал нас для Единобожия. Не войдет в рай никто, кроме Единобожников. Единобожие – причина прощения грехов. Единобожие – причина спокойствия и умиротворения. Итак, продолжаю. Почему мы выбрали именно эту книгу и каковы ее признаки? Простые и понятные. Упоминание вопросов вместе с доводами. Объединение вопросов, их структуризация и последующие разъяснения. Большое количество морд за читателя и слушателя его книг. Определение трех основ. Три основы, вкратце, это три вопроса могилы, а именно кто твой Господь, кто твой Пророк, какова твоя религия, каковы плоды, которые мы получим от нашего изучения трех основ. Если ты изучишь три основы, потом будешь делать дела на основе этих знаний, потом будешь призывать этим знаниям и делам, и потом будешь проявлять терпение на этом пути, то тогда ответишь за изволение Аллаха на вопросы могилы. Итак, продолжаем. Содержание книги «Три основы». Эта книга содержит в себе пять разделов. Первое. Четыре вопроса. Из Суры Аль-Ассар. Второе. Три вопроса. Это виды единобожия. Третье. Важность изучения единобожия. Четвертое. Три основы. Это вопросы могилы и заключения. А что такое четыре вопроса? Четыре вопроса это Первое. Знания. Второе. Дела на основе этих знаний. Третье. Призыв. Четвертое. Терпение на этом пути. Эти четыре вопроса упоминаются в Суры Аль-Ассар. Итак, разберем подробную тему четырех вопросов. Беземья Рахмана Рахим. Знает, да помилует себя Аллах, что каждый из нас обязан изучить четыре вопроса. Первое. Знание. А это познание Аллаха, познание Его, пророка Солила Аль-Ассар и познание Великие Ислама на основе доказательств. Второе. Действие согласно этому знанию. Третье. Призыв к этому знанию. У призыва есть условия и правила, на которых он должен основаться из самых важных. Первое. Чтобы призыв был искренним только ради лика Аллаха. Второе. Чтобы призыв был основан на шариатских знаниях. Третье. Чтобы призыв был с мудростью и терпением. Четвертое. Чтобы в призыве уделялось особое внимание положению призываемого. Четвертое. Терпение перед трудностями на этом пути. Терпение особо. Первое. В языковом значении это удержание сдерживания. Второе. В шариатском значении это удержание души на чем-либо или от чего-либо. Имам Ибн Аль-Каим разделил терпение на три части. Первое. Терпение в послушании Аллаху. Второе. Терпение от послушания Аллаху. И терпение в предопределении.